Россияне пришли в ярость от увиденного особняка Малышевой. 45% россиян, принявших участие в социологическом исследовании аналитической службы Рамблера, пришли в ярость, увидев зарубежные владения Елены Малышевой. Разве обычные ведущие зарабатывают столько денег? Я, честно говоря, не солидарен. Я понимаю, что Малышева живет на нетрудовые доходы. Но вы понимаете, Соловьев гораздо худшие вещи творит. И масса чиновников, которые просто воруют деньги из бюджета и вывозят. Малышева не вызывает у меня такой антипатии. У меня нет к ней каких-то особых претензий. Может быть, я немного знаю про нее. Таких Малышевых миллион. У меня претензии вызывают работники государственного аппарата, которые триллионами воруют, у которых дома за границей, дворцы и так далее. Они у меня очень сильные претензии вызывают. А Малышева? Есть какая-то Малышева. Ну, каким-то образом она там насобирала, может быть, на этих своих телешоу, там деньги еще как-то. Я не знаю как. Я прекрасно понимаю, что она не украла впрямую деньги из бюджета. То есть, там как-то опосредованно кто-то ей скинул. То есть, она в этой ситуации смогла просто ухватить некий больший кусок, чем там ухватывают все остальные. Но я не могу сказать, что Малышева развалила Россию. Там есть масса людей, которым прежде нужно эти претензии предъявить. Прежде всего Путин. Вот Путин почему-то никто никаких претензий не предъявляет. Предъявляет Малышевым, Соловьевым. Они являются следствием. Так, нечто там. Пыль какая-то под ногами. А надо начинать с главного. С замкового камня надо начинать. С Вова Путин. Он главный козел. Он все украл. Он создал воровскую систему. Он создал систему, при которой народ бедствует. А Малышева может себе покупать какие-то немыслимые дома. Эй, эй. Да, это котик. Это котик. Котик, котик. Только Малышева продвигает коронавирус. Интересно, куда она продвигает. Это, во-первых, а во-вторых, от Малышева за это заработала столь денег. Я так понимаю, дома, квартира-то она гораздо раньше купила. Нет, она просто занимает телевизионное время. И очень удачно занимает. Что-то грузит какую-то информацию для дураков. А ведь эти дураки, которые слушают Малышева, могли бы в какую-то секту попасть. Там, где бы ему рассказывали про каких-то рептилоидов. Я не знаю еще про счет. Очень серьезную такую, которая снесла бы режим Путина. Может быть, она была бы абсолютно двигаемая иллюзорными целями. Но дело бы она сделала правильное, эта секта. И там было бы дофига народа. Это было бы сотни тысяч, а может быть и миллионы людей. Были бы. Продолжение следует... Продолжение следует...